Игромания представляет Программа «Во что поиграть на этой неделе?» Текущая игровая неделя принесла нам самый ожидаемый криминальный боевик со времен выхода пятой GTA «Мафия 3». 4 сентября до персональных компьютеров все-таки добралась «Мортал Комбат XL». Полное издание хитового кровавого файтинга. Теперь любители жестоких единоборств смогут сыграть за всех гостевых персонажей и устроить поединки мечты. Джейсон Вурхис против кожаного лица или Чужой против хищника. В тот же день на PC и PS4 вышел стелс-экшен о рогами. Игрокам предстоит перевоплотиться в мстительного духа убитого ассасина. Из царства теней его призвала девушка по имени Ямико, чтобы убийца помог ей выбраться из города-крепости. Только с ее помощью беспокойный призрак сможет разгадать загадки своего прошлого и вернуться в мир живых. Интересно, что несмотря на жанр, проходить игру можно не только в одиночку, но и в кооперативном режиме. Пятого числа вышел ультра-кровавый платформер «Бутчер». Вы — безжалостный киборг, который прилетел на Землю, чтобы уничтожить остатки человечества после апокалипсиса. В вашем распоряжении обширный арсенал оружия для истребления жалких людишек. Окружение тоже можно использовать, ведь уровни заполнены шипами, крюками и ямами славы. Критики утверждают, что «Бутчер» — это Дум, если бы он был платформером. Такой же жестокий и не менее хардкорный. 6 октября на компьютерах и консолях вышел впечатляющий инди-хоррор «Синдром». По сюжету главный герой выходит из стазиса на дрейфующем звездолете. Весь экипаж корабля мертв, а по отсекам бродят жуткие твари. Ну а дальше начинается космический ужастик в лучших традициях Alien Isolation, Doom 3 и Dead Space. В отличие от протагонистов большинства современных инди-хорроров, главный герой «Синдром» способен постоять за себя. Но оружие и патроны к нему как водится в дефиците. Чтобы выжить, придется действовать аккуратно и не поддаваться панике. Сегодня состоялся релиз долгожданной третьей части культовой серии «Мафия». На этот раз действие разворачивается в городе Нью-Бордо игровом аналоге Нового Орлеана в 1968 году. Чернокожий паренек Линкольн Клей возвращается домой из Вьетнама и узнает, что тут идет не менее кровавая война. Власть в городе делят итальянские мафиози и близкие Линкольну уличные группировки. После того, как преступный синдикат истребляет друзей главного героя, тот решает вспомнить армейское прошлое, разрушить криминальную империю до основания и взять бразды правления в свои руки. Девятого числа из раннего доступа выходит инди-выживастик Shadow of Kurgansk. Проект явно черпает вдохновение из легендарного сталкера. Здесь тоже есть мутанты, аномалии и артефакты. А действие разворачивается в таинственной зоне на постсоветском пространстве. LG представляет серию Ultra Wide. Мониторы с соотношением сторон 21 на 9 для профессиональной работы с графикой и продвинутых игр. Узнать подробности вы можете прямо сейчас. На пятую строчку чарта мультиплатформенных проектов опускается Bioshock The Collection. Благодаря релизу консольных версий на четвертой ступеньке в рейтинг возвращается XCOM 2. ПК-версия игры вышла еще в феврале этого года и с тех пор разошлась тиражом в 200 тысяч дисков в рознице. После двух недель на первом месте баскетбольный симулятор NBA 2K17 теряет сразу две позиции и опускается на третью строчку. На второй ступеньке дебютирует Forza Horizon 3. Игра показала отличный результат, выдав третий лучший старт в истории серии. А на первом месте стартует FIFA 17. Очередная часть популярнейшего футбольного сериала стартовала как никогда лучше. В одной только Великобритании новинка установила новый рекорд серии. Примерно в 40 раз превзошла по продажам Pro Evolution Soccer 2017 и только за одну неделю разошлась в рознице тиражом свыше миллиона экземпляров. Пятерку эксклюзивов на этот раз замыкает Pokemon X, Pokemon Y. По сравнению с прошлой неделей игра потеряла аж одну позицию. На ту же строчку вверх поднимается Gears of War Ultimate Edition. Впрочем, разница в розничных продажах обеих игр составила всего тысячу экземпляров. Еще одна тысяча экземпляров отделяет четвертое место от третьего. Yo-Kai Watch 3 завоевала бронзу, заинтересовав всего 21 тысячу новых игроков. Pokemon Omega Ruby and Alpha Sapphire в очередной раз довольствуется второй ступенькой. Однако, отрыв от первого места на этой неделе сократился до двух тысяч экземпляров. Розничные продажи Uncharted 4 по сравнению с прошлой неделей снизились сразу на 15 тысяч копий. Однако, последняя глава приключений Нейтана Дрейка по-прежнему удерживается на вершине. На этом все. Играйте только в лучшее.